У «Аквариума» из всех групп, кто там работал, и Борис Гребенщиков, это была группа, которая больше всех работала в студии, и наиболее плодотворная, и, может быть, идеология наша была ближе. Я тоже университет кончал, как и вам, и Боря, и так далее. Мы такие были все питерские ребята. Боря позволял, так сказать, он экспериментировал, и я на нем экспериментировал. Честно, первое время я рассказывал, что там не было аппаратуры, у меня было наушников, я какие-то наушники в вату засовывал, потому что были удары, можно было оглохнуть. Но Боря шел на все, и я прекрасно помню, это я Боре сказал в конце 79-го года. Боря говорит, давай, говорит, создадим канон, экономический русский. Он говорит, давай. Это абсолютно честный разговор. Нет никакого другого механизма для роста, как студийного. Этот механизм был дан. И он был дан определенной группе людей, и они начали вариться. Да, среди них были супер-два титана, на плечи которых, стали все остальные, а также они сами. Потому что именно два человека, это Борис Гребенчуков и Майк Науменко, создали новый символический язык. Они адаптировали западный символический язык на русский. А потом стали сами его использовать. В последнее время, вот то, что меня, так сказать, немножко, может, даже удивляет, что у Боря стабилизировался в последнее время состав, и как бы, в общем, он пришел к какому-то своему, может быть, звучанию, своему пониманию, и его это все устраивает. Раньше же, это совершенно четко, мы приглашали постоянно, мы меняли аранжировку очень простым способом. Приглашается другой музыкант. И поскольку это коллективное творчество, получается мгновенно другая аранжировка. И потом, слушая эту музыку, Борис слушает и понимает, что надо и на концерте музыкантов менять. Вокруг студий собрался коллектив студийный. Это были одни и те же музыканты, которые входили в разные составы и выступали под разными именами. Ну, возьмите там, то же самое Сергей Курехин, или там Чекасин, где там только Нидудел, или там Чернов, допустим, Миша потом, которого я привел вначале на, по-моему, нет, сначала на Алису я его привел, для начала, кстати. Вот, там или Женя Губерман, где только не играл. Но ведь у нас музыканты пробовали все разные коллективы. Был коллектив, как бы, вот это было единственное место действия, времени, идеологии и людей. И поэтому, многие еще говорят, смотря тропил, а почему в то время вот все записи, что мы возьмем аквариум, что там телевизор того времени, что там кино, то ли Алиса, они какие-то все похожие. А потому что, говорю, было единство времени, идеологии, места, музыкантов половина одни и те же. И все происходило через одни и те же вот эти уши. А звукорежиссер тоже очень много значит, потому что как он баланс поставит, так и будет. И поэтому оно похоже. А что вы хотите? Это один симфонический оркестр. Он играл разные произведения. Он похоже играет. Музыканты смогли себя слушать и слышать. И этот трансформатор, как бы, такая обратная связь появилась. Обратная связь не через рукоплескание там, или через улюлюканье, или там через количество дам. А сам себя послушал. И сам приторчал или нет. Хорошо я это сделал или нет. Без записи это было невозможно сделать. Не было обратной связи. Я с самого начала 76-го года и по сих пор занимаюсь не какой-то русской версией или так далее. Я занимаюсь привитием западной музыки на русскую почву. Я пытаюсь привить мимозу на елку. Это касается и Майка Науменко, и Боря, и Цоя. Ну, все то же самое. Изначально брались песни конкретные, прототипы, и они наполнялись просто новым языком. Сергей Ильич, работник сна, одетый в шелк, шлестящий волк. Чья это песня? Марка Болана, один в один. И другие песни состоят из трех. Я помню песню «Пепел». Так долго пришел Курехин, Сергей Боря принес. И мы так долго из трех прототипов, которые нашли, сделали. Ну, как бы так, ну, согласовали, что вот теперь она ни на кого не похожа. А ничего там плохого нету. Потому что музыка западная, она другая. Вот даже посмотрите, основное количество русских песен, оно минорное. А возьмите любые песни грустные, того же «Битлз». А они мажорные, между прочим. Вот это как-то люди не замечают. И не на три аккорда. То есть, как бы, это другая культура. И хочется народ приобщить к культуре международной, как бы, мировому уровню. Опять необъяснимое. У меня тогда появился в 1984 году восьмиканальный магнитофон «Ампекс». А пленки новой не было. Я там на, как сказать, достал, в общем, на мелодии старые пленки, которые были использованы для записи там всяких советских композиторов. И вот, допустим, песню «Возьмите с ни о чем-то большим». Послушайте, какие там гениальные флейты. А вы знаете, что, я их не подтягивал никого. Я просто писал на эту пленку, там была чужая совершенно фонограмма. И эта дорожка осталась. И потом, когда я ее включил, она оказалась абсолютно синхронной с фонограммой. И таких мест там много. То есть, получалось, что я брал пленки, а там уже дорожки были записаны. Попробуй это себе объяснить, как-нибудь. Это не объясняется никак. А документы, пожалуйста, послушайте. Вот эти флейты там такие октавные, сумасшедшие. Это с этого самого твой «Нелый город» и «Солнце» одетый. Вот эти флейты, это как вот «Дога». Это «Догин и флейты». Но, Юрий Иванович, я не пытался туда попасть. Я просто писал на другие дорожки, а потом включил остальные. А там аранжировка есть? Продолжение следует...